От пациентки. В 2017 году операция по удалению молочной железы диагноз рак. Лечение закончено успешно, ежегодное обследование, наблюдение у лечащего врача. 2020 год с начала ноября жалобы на головную боль. Тошноту, а не менее ног. С первой половины декабря пациент не может передвигаться сам из-за слабости мышц ног, пропадает аппетит. Через две недели госпитализируется в больницу с данными жалобами. Выписан через 14 с диагнозом самотоформное расстройство вегетативной нервной системы. Дома в течение четырех дней наблюдались, эпилептические припадки с интервалом 6 часов, полное отсутствие аппетита, спутанность сознания, острые приступы боли в поясничном отделе, невозможность сходить в туалет из-за мышечной дисфункции, монокулярная диплопия. Госпитализирована, находилась в реанимации пять дней, на данный момент находится в больнице 25 дней, диагноза нет. На все время лечения основным лекарством был дексаметазон. Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациентки 43 лет. Дата исследования, 16 января 2021 года. Протокол обследования. При МРТ головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по Т1 и Т2В. Выявляется множество супротентериальных очагов до 10 мм. Отека нет. DWI и ADK положительная желудочковая система сформирована правильно, выраженная гидроцефалия с лейкомаляцией. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм. Диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Стволовые структуры не изменены. Патологии орбит не определяется. Ствол мозга. Хиазмально-селярная область и структуры задней черепной ямки без МР признаков патологических изменений. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В проекции мастомозжечкового угла корешки восьми пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. Наиболее вероятно метастатическое поражение. Врач. Профессор Холин Аве. Заведующий кафедрой лучевой диагностики с ГМУС имени Емечникова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова